Бывший башкан Гагаузии Ирина Влах, которая баллотировалась в президенты при поддержке Кремля, объявила о создании политической партии «Сердце Молдовы». Соответствующим заявлением она выступила во вторник. При этом Влах не уточнила, кто войдёт в новое политформирование. «Будем двигаться вперёд, чтобы новый политический проект стал функциональным как можно скорее, и мы смогли приступить к тем мирам, что ждёт народ». Новое формирование будет называться «Республиканская партия «Сердце Молдовы». Это название предложили нам граждане». Ирина Влах вошла в политику в 2005 году, пройдя в парламент по спискам партии коммунистов. В 2015-м её избрали башканом Гагаузии. Тогда её поддерживала партия социалистов. Политик управляла гагаузской автономией в течение 8 лет, до 2023 года. За время нахождения на посту башкана Влах открыто заявляла о своей пророссийской позиции. Так, например, она выступила против запрета георгиевской ленты, символа агрессии России в войне с Украиной. Прошлой осенью Ирина Влах объявила о создании платформы «Молдова». А в октябре этого года она приняла участие в первом туре президентских выборов, как независимый кандидат. Её поддержали 5,38% избирателей. Ирина Влах неоднократно встречалась с президентом России Владимиром Путиным. Она также не осудила начатую им войну в Украине. По данным издания «Зиарол Дегарде», за последние два года бывший башкан Гагаузии несколько раз летала в Москву. В мае 2023 года она участвовала в 14-м международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир. Казан форум». В феврале этого года она получила орден за церковные заслуги первой степени из рук митрополита Владимира. Указ о награждении ещё в 2018 году подписал патриарх московский, «Всея Руси Кирилл», который открыто поддерживает вторжение в Украину.